На текущую дату у нас в районе зарегистрировано 41 пожара, из них 19 загораний сухой травы. В сравнении с прошлым годом у нас количество пожаров меньше, значительно, но тем не менее, буквально выдается лишь один теплый день с ветром, и у нас ситуация резко накаляется. Буквально за выходные больше трех выездов было. В воскресенье 26 апреля близ села Сергиевск произошло возгорание по масштабам сравнимое только с пожаром на Радаевском нефтепромы, после 20-летней давности. Огонь охватил в этот раз все Тепловские озера. В 11.00 поступил сигнал о возгорании, и первая искра возникла на Дальней Тепловке, около обводной дороги. Прибыв туда, я обнаружил, что уже пожарный расчет там борется с огнем, но в связи с тем, что местность болотистая, техника не везде могла пройти, не только техника, даже люди пешком не могли пройти, и был очень сильный ветер, что было нам совсем не на руку, и огонь распространялся с очень страшной силой. На место возгорания выехали в итоге пять машин противопожарной службы «Сергиевская Серноводска». В ту ночь недосна было многим. Невыносимую трагичность происходящего давали и крики десятков птиц. По всей видимости, погибло очень много птицы, погибло очень много отложенных уже яиц весной утками, потому что это излюблено Тепловка, это излюблено место и лебедей, и уток, и всех других птиц пернатых, которые прилетели к нам сюда. Очень было печально, когда мы тушили, слышать крики вот этих птиц, как бы беспомощно. Но мы чем могли, мы тем помогали, конечно, тушили, где могли, все это делали. Спасибо. Поселение «Сергиевск» говорит предприятиям «Автотрансервис» и «Део» за помощь техникой, без которой, возможно, не смогли бы сдержать огонь. Но печально, что во время тушения недалеко орудовали и преступники. В одной дороге, прямо вот в момент тушения, когда мы здесь все, так скажем, на пределе, возникли возгорания, нам пришлось брать одну машину и мчаться туда, там тушить. Когда приехали, естественно, поджигателя никто не обнаружил, но поджог был. Только мы там затушили, обратно вернулись на Тепловку, чтобы контролировать ситуацию, и где-то часов в 11 опять поступил телефонный звонок. Возгорание в районе аэродрома. Тушение этого пожара продлилось до 5 часов утра 27 апреля. А вот сколько будет восстанавливаться природа в этих местах, пока не знает никто.